Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений, и в этот раз решил записать видео на очень животрепещущую тему. Главный вопрос, который нам постоянно задают, сколько стоят мотоциклы, которые мы привозим. Погнали! Главный вопрос, почему мы не называем стоимость мотоциклов? Для того, чтобы их жены не подозревали о том, сколько в реальности стоит мотоцикл. И разумеется, если бы эта информация о том, сколько он заплатил за тот или иной мотик, попала бы в интернет, об этом могла бы узнать его жена. И тогда проблемы были бы уже не только у самого клиента, но еще и у нас. Но это первая причина. Пускай она не самая веская, тем не менее, бывают случаи, когда клиенты действительно не хотят говорить о том, сколько они заплатили за мотоцикл. Другая причина, наиболее важная, заключается в том, что мы работаем под заказ. Есть клиент, он желает приобрести ту или иную модель мотоцикла. И мы начинаем искать этот байк. Не всегда его удается найти с первого раза. Поверьте, далеко не всегда. Когда мы беремся за выполнение заказа, мы никогда не знаем заранее, где приобретем тот или иной мотоцикл. Например, Хорнеты преимущественно продаются в Италии, так же, как и Сибир 600. А вот туристические эндуро в основном продаются в Германии. И заранее мы знать не можем, где появится тот или иной мотоцикл. Поэтому порой проезжаем за одним байком по 3 тысячи километров, по 5 тысяч километров в поисках хорошего варианта. Приехали, посмотрели один вариант. Он нам не понравился, клиенту не понравился тоже. Мы вынуждены ехать искать следующий. И так до тех пор, пока не найдем действительно достойный вариант. Как вы понимаете, на это уходит время, на это уходят деньги. Если бы мы заранее знали, где нас ждет хороший мотоцикл, то мы могли бы более правильно рассчитывать стоимость этого байка. Но так как мы не знаем, где мы окажемся через 2 недели, мы вынуждены называть рамки, в которых мы готовы искать хороший мотоцикл. Например, F4i за 250 тысяч реально найти, если попадется хороший вариант. Но вероятность, что он попадется слишком низко. Поэтому мы говорим, что окей, давайте искать хороший мотоцикл в бюджете 290-320, вот в этом коридоре. Мы обещаем, что вариант найдем. И мы с этой задачей справляемся. Если попадается вариант дешевле, не вопрос, мы его привезем дешевле для клиента. Но ничего обещать на этом этапе, на этапе заключения договора, мы не можем. Можно только сказать, что в рамках определенного бюджета готовы привезти хороший мотоцикл. Еще один важный момент, который вам нужно понимать. Скорее всего, мотоцикл, который мы повезем под заказ, будет стоить процентов на 10, иногда на 20 дороже рынка России. Правда, тут стоит отметить, что речь идет о конкретной модели. Мы сейчас не говорим о том, в каком состоянии продаются мотоциклы в России. Мы говорим о конкретной модели. Например, Honda CBF. У нас она будет стоить, предположим, 300 тысяч, в России по рынку она стоит 250. И зачастую некоторые клиенты могут не понять, почему у нас так дорого. Попробую объяснить вам разницу мотоциклов под заказ и мотоциклы в наличии. Как вы знаете, мы сейчас тоже продаем мотоциклы из наличия. Как они ищутся? Все очень просто. Ты открываешь интернет, различные сайты. Иногда ты даже не ищешь определенный мотоцикл. У тебя есть бюджет на него. И когда появляется хороший мотоцикл с маленьким пробегом, в отличном состоянии, по хорошей цене, ты его покупаешь не под клиента, а просто на продажу. В таком случае очень часто можно найти действительно хороший мотоцикл. И если его привезти в Россию, он будет даже ниже рыночной стоимости. А учитывая то, что он еще и в хорошем состоянии, то это будет мега предложение. Но когда ты привозишь мотоциклы под заказ, то такие варианты, конечно, появляются, но очень редко. В основном ты вынужден покупать мотоцикл по обычной рыночной стоимости его в Европе. Если бы мы в наших видео говорили, сколько стоит тот или иной ВФР или там CBF, то люди, глядя на эти мотоциклы, могли бы сказать, что так дорого. Они не учитывают один момент. Нужно сравнивать не только модель мотоцикла, но и в каком она состоянии. Однако люди судят в основном по фотографиям, которые есть в объявлении. Но по фотографиям, поверьте, друзья, невозможно узнать, насколько хорош тот или иной мотоцикл. Только при реальном осмотре обоих вариантов можно сказать, какой из них лучше. Если бы мы привезли наш мотоцикл и поставили его для сравнения с тем, от которого, так скажем, клиент или наш зритель отталкивается и формирует свое мнение, в 99% случаев он выбрал бы именно наш вариант. И у него не возникло бы вопросов, почему наш мотоцикл стоит дороже. Единственное исключение составляет мотосалоны, ну или какие-то частные лица, которые привозят мотоциклы, ну так же, как и мы, из Европы или из Японии. Мы с ними можем конкурировать немного в другой плоскости. С точки зрения надежности компании, с точки зрения каких-то дополнительных услуг, наши мотоциклы могут быть абсолютно одинаковыми по состоянию, и цена может быть одинаковой. И тут уже каждый отдельно взятый клиент сам для себя должен определить, какая ему фирма больше нравится. Когда я говорю о том, что мы мотоциклы привозим изначально в более лучшем состоянии, чем то, что продается в России, конечно, речь идет о частных владельцах. В России зачастую состояние мотоциклов оставляет желать лучшего. Качество дорог, качество обслуживания. Не всегда у людей есть деньги на то, чтобы грамотно обслужить мотоцикл. Просто у нас есть определенная черта в нашем менталитете. Мы не очень следим за нашей техникой. Так уж повелось. В Европе все очень строго с точки зрения обслуживания техники. Ты не можешь ездить на каком-то полуушатанном мотоцикле. Ты должен пройти обязательно техосмотры, и на твоем мотоцикле должно быть все идеально исправлено. Вплоть до подшипников. В России же, как вы понимаете, с техосмотром дела обстоят немного попроще. Можем так это назвать. Чтобы как-то подкрепить наше заявление о том, что у нас самые лучшие мотоциклы, мы даем на каждый из байков гарантию в 3000 километров. Если вдруг у клиента сломается что-то серьезное, например, рама, двигатель, подвеска будет кривая, или в процессе эксплуатации выяснится, что этот мотоцикл был в ДТП, мы готовы будем отремонтировать этот мотоцикл за свой счет, или даже заменить его на какой-то другой. И у нас в нашей практике такие были случаи. Их немного, слава богу, но они были. Как так получилось, что он здесь оказался и вообще что-то собираюсь с ним делать? Двигатель снимать. Зачем? Тэп-горами порвали. А Моточайз попадает на бабки, когда клиентские мотоциклы ломаются. Клиенту приятно, а Моточайзу не очень. Ну что, Макс едет на, можно сказать, на своем творении. Благодаря ему этот мотоцикл может передвигаться. И более того, ехать очень бодро. Когда работаешь под заказ, под определенные условия каждого из клиентов, так или иначе, количество действий по поиску этого мотоцикла, оно увеличивается. По сравнению с тем, как если бы мы сами для себя купили мотоцикл для продажи в будущем. Вот, например, этот Дукати. Не составило труда его найти, приобрести, привезти в Россию. Поэтому его цена будет нормальная, абсолютно рыночная. При этом его состояние очень даже неплохое. А если бы мы искали такой же точно мотоцикл под клиента, то, скорее всего, он был бы дороже. По той причине, что найти вариант по хорошей цене было бы гораздо сложнее. Когда вы придете себе заказывать новый автомобиль, и вас не устроит его цвет, вам придется заплатить за то, чтобы получить именно тот цвет, который хотите именно вы. То же самое с заказами мотоциклов. Так или иначе, эта услуга в большинстве случаев будет дороже. Потому что мы будем искать мотоцикл под ваши задачи. Именно то, что хотите вы. Ну и так получается, что это дороже. Пожалуй, есть один вариант рассказать, сколько стоит тот или иной мотоцикл в видео. Но тогда нужно рассказать, что клиент искал месяц, или два, или три, или даже полгода мотоцикл самостоятельно. Все его попытки не увенчались успехом. Он обратился к нам. Мы стали искать. Прошел месяц, прошел другой. Мы начали подбирать дополнительные модели. Изменились условия. У клиента повысился бюджет. Или наоборот, он понизился. Он захотел один цвет, другой, третий, пятый, десятый. Короче, количество факторов, которые в итоге повлияют на конечную стоимость, просто огромно. Если об этом всем рассказывать, я не думаю, что это будет интересно. Потому что все же люди индивидуальные. Опять же, найдутся комментаторы, которые скажут, зачем ему красный мотоцикл, когда есть зеленый. Но ведь о вкусах не спорят. Именно поэтому мы не называем цены, чтобы не вызывать вот эту бурю негативных комментариев. Потому что знаем, такое обязательно возникнет. Мотоциклы, которые мы привозим из Европы с целью продажи, пожалуйста, мы говорим, сколько они стоят. Вы можете найти наше объявление в интернете и приобрести этот байк. Но когда мы привозим под заказ, пожалуйста, давайте мы оставим это право за собой не говорить, сколько же этот мотоцикл стоил.